Здравствуйте, город Истиклол и Стилол до 2012 года, Табашар, город в Сагдийской области Таджикистана, в 50 километрах к северу от Худжанда. Расположен у подножия Кураминского хребта, к западу от его отрога Карамазор. Население по оценке на 1 января 2020 года составляет 20 576 человек. Находится рядом с богатыми месторождениями полиметаллических руд и хвостохранилищем. История изначальное название города Табашар, товарищ Ашар, означает перевал, минуя горы. Основал село Ашуркул-Карасакал, Карасакал в переводе на русский, чернобородый. В 1925 году у Табашар открыто крупнейшее в Средней Азии месторождение урановых руд. Расположено в пределах Карамазарского горнорудного района. Карамазарскую группу месторождения открыл Сергей Федорович Машковцев по следам старых рудников 6. При составлении геологической карты геолог Машковцев на руднике Табашар обнаружил образцы с радиоактивными минералами. С 1926 года на руднике Табашар начала работать первая геолова-разведочная партия, ГРП, под руководством Б. Н. Наследова, выявившая ряд рудных жил, в том числе крупную ураноносную ведущую. Геолова-разведочные работы продолжались многие годы. В 1930-1931 годах на Табашарском месторождении Герельми проводил исследования по извлечению из руды радио. Работы по извлечению радио проводились в 1934 году. К 1935 году были построены небольшой поселок, рудник и опытный гидрометаллургический цех, химическая установка. Проводилась выборочная добыча наиболее богатой рудой отбойными молотками, которая вручную сортировалась на поверхности у выхода из штольни. Табашар получил статус поселка городского типа в 1937 году и служил базовым для изыскателей и горников. Перед Великой Отечественной войной рудник был законсервирован. В 1941 году в Табашар был эвакуирован из Одессы завод в Главного управления редких металлов, в составе которого был гидрометаллургический цех, завод номер 4, и одесский филиал Герельмета Наркомцветмета СССР с плановым заданием получения 4 тонн солей урана в год. Добыча и переработка урановой руды на руднике в Табашаре началась с 1943 года для создания советской атомной бомбы во исполнение постановления Государственного комитета обороны, ХКО, СССР от 27 ноября 1942 года. На базе заводов Главредмета, Табашарского, Адрасманского, Майлисуйского, Уйгурсайского и Тюамуинского рудников для добычи и переработки урановых руд до закиси о киси урана был организован постановлением ХКО от 15 мая 1945 года номер 8582 СС, ОФ по просьбе Ива и Курчатова в системе НКВД СССР комбинат номер 6 с управлением в Ленинабаде Таджикской ССР. В 1960 году начата добыча урана способом кучного выщелачивания КВ из Табашарских руд. К началу 1945 года Табашарское рудоуправление было единственным действующим горнопромышленным предприятием, которое все еще находилось в стадии промышленной разведки и подготовки, а не эксплуатации. В 1946 году для строительства предприятия номер 11, рудоуправление номер 11, комбината номер 6 на базе уранового рудника в Табашаре созданы отделения строителей в системе НКВД, в основном из заключенных и специальных переселенцев. К июлю 1946 года опытный завод номер 3 располагался в полуразрушенных глинобитных зданиях на базе Табашанского опытного завода в Нарком Цветмета. Было начато строительство закрытого города Ленинабад-31 и предприятие по переработке урановой руды. В Табашар были направлены ученые и квалифицированные специалисты, а также направляли пленных и депортированных немцев. В городе были две школы, больница, развитая инфраструктура. К концу 1980-х годов залежи были отработаны и производство урана сократилось и полностью прекратилось с распадом СССР и началом гражданской войны в Таджикистане. 1992-1997 годы Кроме урановых месторождений, в советский период был разведан ряд месторождений золота, серебра, вольфрама, висмута, других цветных металлов, а также высококачественного мрамора. Добывались флюсовые материалы и облицовочный камень. В поселке было производство облицовочных плит и сувенирных изделий. С 1968 года в поселке действует завод «Заря Востока», с октября 1991 года – производственное объединение «Заря Востока», с апреля 2001 года – губ «Заря Востока», образованный как филиал Алексинского химического комбината и относившийся к Министерству машиностроения СССР. Завод выпускал резиновую обувь и анатомические перчатки, а также работал на оборонную промышленность СССР. На заводе делали детали для стратегических ракет и испытывали ракетные двигатели. В настоящее время завод выпускает товары народного потребления и резиновые изделия. В советское время работал табошарский филиал Ленинабадской швейной фабрики «8». После распада СССР предприятия частично законсервированы. Подавляющее большинство населения до распада СССР составляли русские. С началом перестройки этнические немцы стали переселяться в Германию. Большинство жителей Табошара с распадом СССР и началом Гражданской войны, 1992-1997 год ГГ, выехали из Таджикистана. Здравствуйте, подписывайся.